Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши встречи на полях от Ирины Лерингологии. И сегодня я в очередной раз с удовольствием предоставляю слово профессору Никифорову Галины Николаевны. Здравствуйте! Спасибо, Валерий Михайлович. Я бы хотела обсудить сегодня с нашими коллегами такую бездомную тему, безграничную тему, которая имеет очень много аспектов, ну скажем так, дать ей концептуальное очертание. Это тема хронического танзелита. И я хочу напомнить, что сейчас идет государственная программа хронического танзелита по разработке и критериев диагностики, и выявлению частоты заболеваемости. И эта государственная программа уже продолжается третий год. Галина Николаевна, чем все-таки, на Ваш взгляд, вызвана такая потребность в обсуждении проблемы хронического танзелита и в рамках национальной программы, и в рамках нашей сегодняшней встречи? Ну, я бы сказала, такой очень разный подход и разное понимание проблемы хронического танзелита. И в последнее время мы сталкиваемся с ситуацией, когда в одних, одни направления очень широко рекламируют, а предлагают танзелоктомию одни медицинские учреждения. В других медицинских учреждениях, это зависит от школы, медицинская наоборот, частота танзелоктомии минимальная. И вот нужно как-то унифицировать это состояние, нужно унифицировать показания к танзелоктомии, нужно понимать, потому что, с одной стороны, это орган иммунной защиты, который нам нужен, и без которого у нас могут развиться целая куча проблем, о которых мы даже не сразу поймем, что это связано именно с неадекватной, с ненужной танзелоктомией. А с другой стороны, если мы вовремя не удалим патологический очаг, когда есть показания, то это острая ревматическая лихорадка, это ревматические заболевания. Мы немножко попозже, видимо, обозначим еще эти сопряженные заболевания с хроническим танзелитом, с хроническим воспалением неглых миндалин. Но я бы здесь еще добавил бы, в плане актуальности проблемы, несколько слов сказал бы. Дело в том, что, скажем, за рубежом, вот такая система консервативного введения больных хроническим танзелитом, она не развита. И именно в России, в Российской Федерации, в странах СНГ, имеющих общую практическую платформу по многим специальностям, в том числе и по утерейной лилингологии, так вот, у нас имеется огромный арсенал различных методов именно консервативного лечения пациентов хроническим танзелитом. И частота тонзелоктомии у нас, она, в общем-то, достаточно выдержана, скажем так, в отличие от иногда просто безудержного вала тонзелоктомии, которые мы наблюдали и наблюдаем в Соединенных Штатах, в Великобритании. И, между прочим, наши западные коллеги сейчас пошли по пути урежения тонзелоктомии, по пути разработки более жестких показаний к хирургическому лечению. Так что здесь опыт Российской Школы Клинингологии, он, на мой взгляд, принципиален. Только вот наша задача сегодня напомнить друг другу именно о том, когда мы должны проводить уже операцию, и сомнений в этом нет, а когда мы еще можем вести пациента консервативным путем, консервативными методами. Да, но прежде всего хотелось бы еще упомянуть о том, что у нас в России используются две классификации хронического танзелита. Одна классификация создана профессором Пульчуном Владимиром Тимофеевичем и профессором Преображенским Борисом Сергеевичем. Вторая классификация – это классификация академика Игоря Борисовича Солдатова Самарская школа утренгологии. И первая классификация, в которой рассматривается хронический танзелит, простая форма, хронический танзелит, токсико-аллергическая форма, первой и второй стадии. И, в общем-то, в московском регионе эта классификация, она считается универсальной, и она очень помогает нам понять именно тактику ведения пациента, когда мы выставляем тот или иной диагноз. Ну, давай тогда уже обозначим эти принципы, эта классификация и пульчуна Преображенского. Мы выделяем формы хронического танзелита, простая, и токсико-аллергическая форма первой стадии и второй стадии. Да, или ТАФ-1, ТАФ-2, когда мы говорим на своем языке. В чем же разница между этими формами? Как должен наш уважаемый доктор понять, когда мы проводим консервативное лечение, а именно это простая форма, и, собственно, мы не идем на операцию при такой форме. При ТАФ-1 мы проводим пробные 1-2 курсы консервативного лечения, и при отсутствии эффекта ставим вопрос об операции. И, наконец, при форме ТАФ-2, токсико-аллергической форме второй стадии, мы говорим исключительно о хирургическом лечении, о тонзилоктомии. Итак, как же отличаются эти формы между собой? Ну, простая форма по определению, если мы посмотрим с вами то или иное пособие по отреноларингологии, эта форма характеризуется наличием только местных признаков хронического тонзилита. Которые мы должны с вами поговорить, но, может быть, чуть позже, местные признаки тонзилита. Или мы можем сказать сейчас? Ну, собственно, мы можем сказать и сейчас. Давайте поговорим. Местными признаками хронического тонзилита являются утолщение и гиперемия краев передних небных дужек, это рубцовые спаечные изменения после воспалительных процессов между небными дужками и небной миндалиной, это большое количество казиозно-гнойного детрита в лакунах миндалин. Надо сказать, что единичные казиозные пробки – это физиологический феномен, это не проявление патологии, это нормальное состояние функционирования миндалин. Еще раз подчеркну, единичные, которые эвакуируются без каких-либо проблем для пациента. А вот жидкий гной, содержащийся в лакунах миндалин, который добывается, собственно, так же, как и пробки, путем надавливания шпателем на такое скользящее движение, на переднюю небную дужку, и при этом миндалина как бы вывихивается из мышечного ложа, и вот появление жидкого гноя или массовых пробок как раз является признаком, местным признаком хронического танзелита. А еще какие признаки? Ну, зачелюстной лимфоденид. То есть, когда мы можем прощупать, пропальпировать зачелюстные лимфоузлы, которые находятся позади угла нижней челюсти, это передняя поверхность, верхняя третья, кивательные мышцы. Это региональные лимфоузлы для немных миндалин, и, собственно говоря, они реагируют при хроническом танзелите. Но тут хотелось... Сейчас я прошу прощения, я вас перебью, и хотелось еще раз для наших уважаемых коллег терапевтов, педиатров, еще раз это уточнить. Друзья, именно зачелюстные лимфатические узлы являются регионардами для миндалин небных. Именно они реагируют, именно они увеличиваются, иногда становятся болезненными. И никак не подчелюстные, не подбородочные, не околушные, а именно зачелюстные по краю кивательной мышцы. Вот это очень важный признак, местный признак хронического танзелита. Но, к сожалению, патогномоничного симптома хронического танзелита нет. И диагноз мы ставим, когда у нас есть два или более местных признака хронического танзелита. Итак, диагноз хронический танзелит ставится на основании местных признаков, которые видит доктор. Да, и если у нас есть два и более местных признака хронического танзелита, мы имеем право поставить этот диагноз. Но, конечно, если у нас нет соответствующего анамнеза, нет ангин рецидивирующих и других проявлений, я уж не говорю о сопряженных заболеваниях, то мы выставляем простую форму. И в ряде случаев при наличии только местных признаков, небольшого количества местных признаков, никакого лечения не требуется. Это просто констатация факта хронический танзелит. Я хотел бы уточнить этот момент. Он всегда вызывает определенную путаницу. Иногда, скажем так, аккуратнее вызывает путаницу у докторов. Еще раз, коллеги, диагноз хронический танзелит выставляется по местным признакам. А форма танзелита, о которой мы сейчас с вами говорили, еще продолжим разговор в этом плане, то есть форма простая ТАФ-1 или ТАФ-2, выставляется по другим признакам, по общим признакам хронического танзелита, к которым относится периодичность ангин, наличие сопряженных заболеваний и изменение по лабораторным показателям. Вот эти принципиальные моменты, которые говорят о форме танзелита. Итак, есть местные признаки, которые свидетельствуют о наличии самого танзелита, и есть общие признаки, говорящие о форме танзелита. И вот, собственно, о простой форме Галина Николаевна сказала. Либо периодические ангины в анамнезе, либо отсутствие жалоб. Но при этом имеются местные признаки и выставляется диагноз простая форма, не требующая лечения. Я правильно сказал? Или требующая консервативное лечение. Это при периодических ангинных фонах. Да, или если пациент обеспокоит большое количество пробок, они дают ему неприятный запах, неприятные ощущения. Ну, собственно говоря, просто профилактическое лечение хронического танзелита в виде различных способов, оно вреда не принесет. И это еще один важный момент, который мне хотелось бы напомнить. Когда приходит пациент и говорит, у меня неприятный запах изо рта, у меня пробки в небных миндалинах, ударяйте мне миндалин. Если у пациента больше ничего нет, и нет частых ангин, наличие пробок – это не показание к тонзелоктомии. Отсутствие сопряженных заболеваний или лабораторных изменений, и только пробки, я еще раз этот момент подчеркиваю, это не показание к тонзелоктомии. Тогда что же из себя представляет? ТАФ-1 или ТАФ-2? Ну, собственно говоря, вообще токсико-аллергическая реакция организма говорит о том, что процесс уже вышел из местного, из фарингологического процесса, это уже проблема всего организма, когда миндалины оказывают свое негативное влияние на наши многие органы и системы. Ну, прежде признаком токсико-аллергической формы прежде всего являются частые ангины. Причем два раза в год – это уже частые ангины. Я бы даже сказала, очень частые. В ряде случаев один раз в год ангина, ежегодная ангина, мы уже ставим вопрос о том, что эта ситуация требует нашего внимания. И еще один момент, который мне хотелось бы уточнить и напомнить. Иногда мы слышим такой термин – обострение хронического тонзелита. Так вот, обострение хронического тонзелита – это и есть ангина. Обострение – это острый процесс. А острый процесс, применительный к миндалинам – это и есть ангина. Да, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда к нам приходит пациент, чувствует себя последнее время хуже, у него слабость, иногда бывает субфибрилитет. Мы смотрим в глотку, а там усилились местные признаки хронического тонзелита. Но, несмотря на то, что у больного вроде бы ухудшение, ухудшение – это течение хронического тонзелита. Галина, но ухудшение в виде чего? В виде ухудшения общего самочувствия и усиления местных проявлений. Но при этом во время осмотра у него острого процесса не нет. Острого нет. Еще раз, вот это важно. Острый процесс со всеми признаками – это ангина. А все остальное – это течение хронического тонзелита, которое может нарастать по своей клинике, а может иметь стабильное состояние. Итак, ТАФ-1 – это частота ангин. А что с лабораторными показателями? Мы четко здесь можем видеть две ситуации. Лабораторные показатели не изменены, а они могут быть измененными. Но при ТАФ-1 мы проводим консервативное лечение, и на этом фоне лабораторные показатели нормализуются. Вот нормализация лабораторных данных свидетельствует о том, что это именно ТАФ-1. Потому что, если нормализации нет, цифры остаются повышенными даже при консервативном лечении. Мы говорим о ТАФ-2. И, собственно, сейчас в нашем разговоре мы переходим к этой форме хронического тонзелита, токско-аллергическая форма 2. Что это такое? Да, это кроме частых ангин, рецидивирующих ангин, это еще и изменение общего состояния, это развитие сопряженных метатонзелярных заболеваний. И надо их сразу перечислить. Да, это такие, как острая ревматическая лихорадка, гламеролонефрит, ну и целый ряд. Заболевания суставов в виде артритных изменений. Да. Мы говорим о рецидирующей иногда рожи, друзья. И при наличии хронического тонзелита, рецидирующей рожи, общий этиологический фактор, пиогенный стриптококк. Мы говорим иногда об аутоиммунном тиреоидите. И у пациента с аутоиммунным тиреоидитом на фоне хронического тонзелита тиреоидит – это сопряженное заболевание. Так что это не только артрит, это не только заболевание сердца, это не только заболевание почек, это еще целый набор других заболеваний, которые относятся по своему этиологическому фактору, по своему патогенезу к общности хронического воспаления небных миндалин. И вот тут уже речь идет об удалении миндалин, потому что тот вред, который они наносят организму, являясь патологическим очагом, он более выраженный, чем та польза, которую они могли бы принести. То есть миндалины уже функционируют не совсем так, как нам нужно. И альтернативы тонзилоктомии, к сожалению, нет. Если есть показания к тонзилоктомии, ни один способ ее не заменяет. Мы можем не делать, не выполнять эту операцию, только в случае наличия противопоказаний. Каких? Ну, например, со стороны общего статуса. Когда пациент, либо у него проблема с системой крови, либо общее тяжелое состояние и риск от операции, от осложнений во время операции, он превышает пользу от тонзилоктомии. О конкретных методах консервативного лечения, хирургического лечения мы поговорим в следующий раз. А сейчас, подводя итог этой очень, на наш взгляд, бурной беседе, еще раз хотели бы подчеркнуть этот момент. Итак, простая форма хронического тонзилита подразумевает только консервативное лечение. ТАФ-2 – это однозначно операция тонзилоктомия. А ТАФ-1 – мы проводим пробные курсы лечения, скажем, 2-3 курса лечения в год, и дальше оцениваем ситуацию. Если у нас происходит нормализация жалоб и нормализация лабораторных показателей, то мы продолжаем консервативно вести этого пациента. При отсутствии таких положительных изменений мы рекомендуем тонзилоктомию. Но мы еще об одном моменте не сказали. Мы не сказали о классификации хронического тонзилита по академику Солдатову, которая говорит о том, что... А говорит о чем говорит? Игорь Борисович Солдатов за основу своей классификации взял классификацию профессора Луковского, которая была известна еще с довоенных времен прошлого века. И она предполагала наличие трех форм хронического тонзилита. Игорь Борисович оставил две формы – компенсированная и декомпенсированная. Субкомпенсированная в классификации Игоря Борисовича Солдатова нет. И, собственно говоря, декомпенсированная – это показания к тонзилоктомии, если мы ставим такой диагноз. Компенсированная форма – это консервативное лечение, хотя при компенсированной форме по данной классификации рассматривается хирургическое лечение в случае неэффективности нескольких курсов консервативного лечения и при сохранении одной-двух ангин-бананной. Я бы сказал так, что классификация Солдатова более радикальна по своему взгляду. Более конкретно – либо черная, либо белая. Либо, наверное, к лечению так нельзя эту фразу отнести – черная и белая. Там везде белая, да? Везде помогаем пациенту. Но более конкретно – либо консервативное лечение, либо операция. И очень распространена эта классификация от Поволжья и туда дальше, на Дальний Восток. Как-то так по географическому признаку эти классификации распределились в нашей жизни. Посмотрим, может быть, наши объединительные съезды, конференции, которые в ближайшее время, в постковидную эпоху, мы надеемся, будут проведены, и эти классификации объединят. Посмотрим. Ну что, до новых встреч, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. До свидания. Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать в свою библиотеку полезные информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее.